Их поставили перед выбором. Сесть в тюрьму на долгие годы или покинуть страну. В Москву прибыли политические заключенные украинского режима, одесские журналисты Елена Глещенская с грудным малышом и Виталий Диденко прилетели на российском самолете. На родине Диденко осудили за сепаратизм, а Глещенскую обвинили в госизмене. У Трапа, в аэропорту Внуково освобожденных встречали их коллеги. Диденко и Глещенская рассказали о плохих условиях украинских тюрем, что там нельзя не заболеть. По словам журналистов, на них пытались оказывать психологическое давление. Глещенская и Диденко были арестованы как активисты движения Народной Рады Бессарабии. На съезде организации обсуждали принципы федерализации страны. Уголовное преследование в отношении себя и других активистов осужденные назвали волной охоты на сепаратистов. По их словам, они вовсе не хотели разделить незалежную на части. Прибыв в Москву, журналисты сердечно поблагодарили Россию за помощь в освобождении. Действительно, то, что Россия вмешалась в наше дело и вызвали нас, это действительно чудо. Это позволяет нам просто быть свободными людьми. И вот Диденко и Глещенскую обменяли на осужденных в России украинцев. Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко их помиловал Владимир Путин. В 2014 году Афанасьев был отвержден на 7 лет. Он проходил по уголовным делам о поджогах зданий и взрыве у Вечного огня в Симферополе как сообщник режиссера Олега Сенцова. Юрия Солошенко осудили на 6 лет за шпионаж. По версии следствия, он добывал образцы комплектующих и технической документации к ним для зенитно-ракетных комплексов. Солошенко поблагодарил за освобождение и отметил, что условия содержания в заключении были достойными.